язык. И так как нас нынче трое, давайте играть сразу в кооперативный режим. Почему нет? Потому что мы можем. Три человека. Было бы еще кто-то четвертый, можно было играть команду на команду. Что-нибудь у Китсу, например. У Китсу какой-то марафон по Патриане. Да, я на него немножко не знаю. Может, мы убили твои человека. Представь себе миллиарды транзисторов, которые размещены в объеме, ну, считай, 3 на 3 квадратных сантиметра примерно. Зачем? Просто представь себе это. Ну, ты даже не кушка-девочка. Зачем это представлять? Итак, в чем фишка? Завязать свою фантазию хоть чуть-чуть. Я распилаю кушка-девочке куда-то приятнее представлять, знаешь. Чем кого? Чем миллион транзисторов 3 на 3 сантиметра. Миллиарды. Миллиарды транзисторов. Как бы миллион в одну сторону, миллион в другую? Ну, как бы тысячи миллионов в одну сторону, тысячи миллионов в другую. Почему? Миллион и миллион уже будет более чем? Будет уже 2 миллиона, а там миллион. Нет, как бы нет, миллион в одну сторону, миллион в другую. По этой степени это будет больше, чем миллиард. Поэтому так-то... Может, играть? Давайте. В общем, представь тысячу миллионов в одну сторону. Кубик со стороны тысячу транзисторов в ширину, тысячу в глубину и тысячу в длину. Вот тебе будет миллиард. Все, я представил. Не знаю, зачем, но я представил, но окей. Ты представь примерно в три раза больше, чем вот то, что ты сейчас сказал. Не, не вижу смысла. Итак, мы начинаем. Господи, да ладно. Ну да. Итак, у нас есть семь карточек, которые у нас будут отслеживать. Не дай бог. Что, не дай бог? Мы начинаем? Так, давайте одну тестовую карту. Итак, в чем суть игры? Допустим, я телепат. Я, наверное, и начну, чтобы было понятнее. И у нас будет категория низкокалорийная и высококалорийная. В начале хода. И вращается поле. Сейчас этого не видите. Ну, есть некая полоска, где указано 2, 3, 4 очка. Вот я, значит, говорю. Что значит? Поросенок с яблоком. Окей? Все. Теперь вы, соответственно, вместе, обсуждаясь, я больше ничего говорить не могу, должны решить. А вот эта вот полосочка. Она, значит, поросенок с яблоком. По скольжу, шкале от низкокалорийной к высококалорийному. Он где лежит? Учитывая, что есть более калорийные блюда и, может, менее калорийные. То есть вы, допустим, сдвигаете эту полоску и должны решить, куда ее привезти. А границы мы не знаем. Мы не можем, да? Ну, вот, в основании у вас 110 петок отражены. Это, видимо, сектор. Просто я там видел, что там вот здесь раз, два было, а вот здесь я не помню еще было. А я сейчас, когда скрылась, эта штука повращалась. У нее положение изменилось. Там все поменялось, но в целом, да, есть одно центральное изделение и понемножку по бокам. Но чем дальше от центра, тем меньше очков. Итак, поросенок в яблоках. С яблоком в яблоках. Я знаю, как правильно. Окей, и так решаете. Есть низкокалорийный и высококалорийный. Это пробный раунд. Опираясь на что, мы должны это понять. Ну, обсуждаете. Вот у вас есть. Так, давай сейчас пояснение. То есть, чем дальше мы от центра сдвигаем полоску, тем более низкий балл мы присваиваем этому. Наоборот. Смотри, самая левая часть, это низкокалорийный. Считай, в самом левом углу, наверное, вода какая-нибудь находится. Справа, ну, наверное, не знаю, самое-самое калорийное, что у нас только может быть, не знаю. Слушай, поросенок довольно калорийный. Я думаю, все-таки больше направо сдвинуть, потому что, ну, блин. Ну, вот на сколько направо? Может, я не стала бы секрусивной пока что. Может, где-нибудь вот здесь? Или так, не знаю. Может, хотя бы вот так. Давай, давай. Так, а сколько... Хорошо, и так вы решили, так? Давай. Да. Вы можете двигаться еще чуть мюзливее, чуть правее, так? Не оставь. Хорошо. Какие в вашем блюдах более калорийные, чем поросенок в яблоках? Сало. Сало, окей. Еще? Моркор солнечный. Ну, вы что-то уже совсем в крайности, а вот чтобы блюдо такие. Бекон. Бекон более калорийный, чем... Ну, хотя, да. Пожалуй. А еще его, по крайней мере, с маслом подняли. Тортики, тортики, шоколадные. Хорошо. Итак, вот вы сделали решение. Так, вот обсудили. Потом открываемся и смотрим. Это поросенок, я бы, конечно, что-то довольно-таки калорийная пища. Я же говорю. В данном случае никто бы ничего не получил. Окей, смысл есть. Ну, я бы, конечно, не порочиваю. Понятно. Окей, и так, это первая карточка, она была обучающая. Эти карточки мы убираем. У нас есть 7 карточек, на задача получить как можно больше очков. Итак, я начну, пожалуй? Скорее, кубик бросим, кто начинает? Тоти. Хорошо, давайте я. Итак, я обращаю кубик. Обращаю область. А ты ее видишь, не видишь? Я вижу, но единственное, что вот сейчас я должен сразу показать. Есть одно ограничение. Давайте я вам покажу. Что в синей области должна быть видна полностью. Если получается так, что она видна немножечко, ну, соответственно, тогда ее можно перекрутить. Вот, я сейчас кручу еще раз. То есть, ты видишь, что происходит, да? Я вижу, какая область, да, есть. Так, я тяну карточку. Итак. Худшая эра. Худшая эра, чтобы путешествовать во времени. И лучшая эра, чтобы путешествовать во времени. Да, это слишком легко, типа. Ну, это очень легко, если ты, допустим... Ну, не знаю, насколько это легко, как бы тут. Это легко, если мы говорим обо мнениях, а не об игре. И тебе нужно что-то там угадать. Окей. Хорошо. Так, я примерно понял, где она. Дать вам подсказку. Так, путешествие во времени. Угу. Угу. Хорошо. Ренессанс. Я в любом случае не очень люблю старые эры, потому что там, грубо говоря, нет никаких удобств, там нифига всякое безыкоиня, там женщин сжигали, там всякое дерьмо. И я по-твоему считаю, что все, что раньше двухтысячных, это все жопа полная. Мне кажется... Ренессанс красиво, да, не спорю. Миллиард от два назад. Это так. Ну да к чём, на чём сходимся? Мне кажется, это эра лёсочек хуже. То есть лёсочек на лево я бы пошёл, если честно. Ты? Подожди. Лево это... Лево это лучше эра. Это лево, это право. Скажи, это не лучшая эра, чтобы туда путешествовать, верно. А у нас как считается? То, что справа там будущее, что слева там попрошло? Нет. То, что ты считаешь, соответственно. Это более-менее нейтральная эра. Что и настоящее. Тут время, где ты вообще никогда-никогда не хотел быть. Тут время гейминга, где тебе было бы, у тебя было бы не очень хорошо. Здесь было бы время, но тебе было бы уже хорошо. Здесь очень хорошо. Очень-очень хорошо. Ой, как хорошо. Идеально. Ну, примерно так. Игра на нашем мунице, так, если подумать. А я... Учитываешь, что ещё я загадал по этому ату? Слушай, Стелла, чай Ренессанс там не зашёл. А я не могу больше ничего. Не знаю. Ну давай, Миша, думай. Я вот налево пойду. Сдвигай куда хочешь, короче. Я вот сдвину. Погу ещё сделать вот так. Ренессанс, Ренессанс, Ренессанс. Такое ощущение, что-то где-то вот здесь. Пускай будет так. Ну, может, ещё умея менять шаг и двигать более точечно. А, да? Да. Здесь, да? А к Долобе поддерживается, не поддерживает? Может, понятно. Как-то стало ещё хуже, по-моему. Купалили. А, вот, всё, понял. Давай на два сделаем. По точечку. Так, вставим или выше? А, подожди. Мне кажется, Ренессанс должен быть где-то вот тут вот. Ну, давай. Давай. Слушай, подожди, по сути, мы должны догадаться до того, что и Стелс задумал. Ну, по идее, да. И, слушай. Ну что, или я должен подумать. Я же не знал, что вы так не любите путешествовать в прошлое. Это я не люблю. Миша что-то вообще непонятно сегодня. Я вообще не знаю. В общем, если путешествие в будущем, то как бы мы не знаем, куда путешествуешь, там тут нет никакой ни земли, ни прочего. Как осталось, это один среди всего человечества. Он такой о себе. А в прошлом мы знаем, что там были как бы и девушки в красивых платьях с подпопниками, и музыка была симпатичная, и художники были, и расцвет искусства. Учитывая, что ты со своими знаниями можешь прийти, так можешь вообще научный переворот устроить. Да, только тебя сожгут, и этот научный переворот, и Стелс. Не скажи, Ренессанс это была же так же эпоха Возрождения, где активно и новка развивалась. Вспомни того же Леонардо да Винчи. Ну, слушай, как-то. Ты бы сказал что-нибудь, что-то было сильнее. Ты бы сказал что-нибудь, что-то было сильнее, конкретно, каким-нибудь неправильным. Потому что с этим плохо было раньше. Мало ли, что ты скажешь. Скажешь что-нибудь одно, а люди посчитают без соёбства в руке что-нибудь, и всё, садочка. Окей, и так, Кира, нажимай на кнопочку спин. А, теперь я что-ли загадываю? Ну да. А я могу ещё раз крутануть? Нет. А, ладно. Ну, может, только если у тебя там синий сектор виден не полностью. Ммм, ок. Так, Бэт, Дог Брэд и Гуд Дог Брэд. Это чё? Ну, вообще, как это Брэд? Брэд, Брэд, Брэд и Хороший. А, нет. Хлеб, это немножко по-другому, ребят. Брэд, да, я вспомнил, да. Брэд, Брэд. Брэд, это чё? Я бы сказал, что спариваться больше. ОП порода. Именно порода собак. Плохая порода собак и хорошая порода собак. Это не бывает хороших или плохих пород собак? Чё за вред? Ну что, есть мопса? Он тебе больше пала. О, ты классные! Ты чё? Есть чихуахуа. Блин, а можно карточку поменять? Мне нравится. И нельзя, я стал. Нельзя. Блин, хорошие, плохие породы собак. Я корни баба. Чё за вред вообще? Ну дай-ка думать, что ли. Корги. Ну нажимаем кнопочку «Reveal». Другую кнопочку? У тебя тут одна кнопочка. Здесь на одну кнопочку нажимаем. Стою дело, да? Угу. Теперь мы с ним можем... Мы видим с ним стрелочкам. И теперь можем думать, куда вращать. Корги. А кто думает? Мы с тобой думаем. А, да, вот так, да? Окей. Ну смотри, Корги во всех фильмах всегда это положительный персонаж. Такая, считай, булочка бегает на ножках. Да, тут я согласен. Я бы не сказал, что это идеально, потому что идеально, я думаю, это овчарочка и какие-нибудь прочее. Ну куда вот это? Я думаю, всё же где-нибудь вот так вот. А вдруг Кира не любит Корги? Ну что, ну хорошая собака, та, которая не просто красивая, симпатичная, которую можно потискать, которая тебя ещё спасёт. Всякие симбернары, овчарки, птички абсолютно все. У которых декоративные собачки, они красивые, конечно, да. Чипа, чихуахуа, эти вот Корги. Они миленькие, потявкать могут вот так вот. У нас особо польза. Ни шерти, ни молока. Давай вот так оставим. Несильно это самое. Промиста. Он вообще не двигает. Ну окей. Что, вскрываем? Давай. Пороги такие миленькие. Ты чё вообще? Они же такие классные. Ну вылезли там, они стыкликать надо. Ну это что, порода что, не про милые, а про хорошие? У меня все, кто милые, уже хорошие по определению. Ладно, окей. А чё, очки-то какие-то считаются? Ну пока ноль. Пока ещё ноль. Пока никто ничего не заработал. Миша, нажимай на кнопочку в спин. Итак, у тебя неталантливый и талантливый. Не знаю, типа. Всё, нажимай на кнопочку. Ну можешь посмотреть, запомнить. Когда будешь готов, нажимай соответственно. Так, когда буду готов, я называю экспоз дел. Угу. Так. Талантливый и неталантливый. Это относительно чего? Относительно центра. Да, то есть справа, справа абсолютно гений, слева абсолютно тупица. То есть, мне вам надо указать, да, на самое. Угу. Ну, оба сни. Я вам скажу, вам повезло больше. Ну, повезло больше? Да. Но это не ответ на это не загадка. В смысле. Я просто вам говорю, что вам повезло больше. Давай, говори. Сейчас буду сидеть, придумать-то хоть. А что вы для наших знакомых сказать? Кстати, а не в моих интересах, чтобы вы заработали максимальный балл, да? В смысле, мы все кооперативные режимы играем. А, как это работает? В смысле, мы все вместе забираем очки. То есть, когда у нас кончатся баллы, карточки, мы посчитаем количество очков. Я влашу результат. Это служба. Смотри, смотри. Вот, чуть-чуть хуже, чем нормальный. Нет, это что-то, что-то, что-то плохая подсказка. Самая маленькая из неталантливых. Давай вот так. Самая маленькая. Нельзя. Ты вообще просто нарушил все. Ты сделал однокоренную, потому что здесь указано. Ты же конкретно. Вращай заново. Вращай заново. Ладно. Так, это что, экспоз и ревил, да? Да, ревил. Понятно, что у тебя в Одессе это дело. Ты знаешь, что-то конкретно? Да. Что я должен сказать? Ты нарушаешь подсказку. Ну, теперь давай скажем по подсказкам. Вот подсказка была чуть хуже худшего. Ты не можешь понять, в классовах, если она талантливая-талантливая, ты не можешь, как и слова, талантливая, своей подсказкой. Сказать хоть про вещи. Имя какого-нибудь там этого. Подсказка не должна быть перегружена своими идеями или требовать знания какого-то особого контекста. Ты можешь сказать, например, если было безопасно-опасно, можешь сказать «Хонда Аккорд» или «Переписываться, когда ведешь машину». Это можно. Но переписываться, когда ведешь «Хонду Аккорд» или «Манджи Джампинг» над крокодилами, это уже нельзя. Говорят, не надо ничего выдумывать. То есть, если говорят «Шедевр неудача», можно сказать «Монализа» или «Фреско пушистый Иисус». Но нельзя сказать альбом «Битлз», все песни которого исполнил Николас Кейдж. Я могу в талантливый, не талантливый сказать, например, не знаю, какого-нибудь этого. Как его зовут? Господи, Фредди Меркьюри какого-нибудь. Можешь, да. Ну, все талантливые. Если не талантливые, я даже хрюзы, я чувствую, можно. А, Тимати! Ну, АК-47 и прочее. Я вот взял какие-то имена, все-таки, известных людей. Тут, мне кажется, самое прошлое, что можно вот в этой категории взять. Профессии, может, какие-то. Я перекручиваю. Окей. Рега, ты прям прикалываешься на меня. Просят при подсказках в прокуророментациях уложиться в пять или менее слов, иначе он будет слишком подробный, и не помнит слово «но», «очень», «почти» и «вроде». То есть, можно, например, в качестве подсказки говорить, «посмотреть страшное кино», но не советует говорить «посмотреть очень страшное кино» или «сходить в ресторан, будучи женатыми уже год». А теперь мне надо как-то ассоциировать то, что у меня получилось, и сказать какую-то подсказку, да? Да. Что практически невозможно, потому что у меня нет абсолютно никаких сравнений талантливости и неталантливости. Какую-нибудь профессию, там, не знаю, или он отличный боечник, там, что-то типа того. Бомж Василий. А социальные статусы, вот, кстати, да, как говорят. Может, например, кого-нибудь? Я не знаю, какие социальные статусы между обычным человеком и бомжом. Ну, каких-то наших знакомых. У нас же есть какие-то общие... А, нет, нет. Есть. Джоушка. Джо очень талантливая, к примеру. Как ты знаешь, что незнакомый к никому? Ну, меня можешь сказать. Я не талантливая. От Кири до Джо, короче. От чего? От кого? Да, шутка, шутка. Думай, давай, думай. Дальше. У тебя совсем-совсем плохо? Может, я так карточку заменить? Не, я сейчас что-нибудь придумаю. Ты что не придумаешь? Ты что не придумаешь? Мы можем карточку применять. В каком случае? Не, если подожди, это надо придумать. Это уже дело принцип. А, ну. Я пока зайду. Куда зайдешь? Так, я зайду, говорю. А, да. А, да. А-а-а. Эмперисник выпал. Так. Ладно, берем просто какие-нибудь... Какие-то два... Чего-то два. Одно талантливое, одно неталантливое, да? Нужно дать подсказку по кругу. Ну, вот, вот я и пытаюсь. Все, если честно, если бы вы мне дали какой-нибудь диапазон, возможно, у меня было... Извините, я все сломал, да? По всей видимости. Что-то я вообще все сломал. Извините. Зачем вы же не думаете? Я нечаянно. Так. Я дико извиняюсь. Это у меня, как... Да. Тихо-тихо-тихо. Миш, Миш, ходи. Все. Моя вина. Так, все, я хожу, да, сейчас? Да. У тебя талантливый, неталантливый. Мы до этого две карточки отложили. Твоя карточка третья. Мы запомним, что у тебя талантливый, неталантливый. Нажимай. Мы сейчас заново придумывали, что ли? Так, а можно у вас, как бы, спросить что-нибудь посреднюю талантливое, чтобы я мог хотя бы от этого... Нет, ты не можешь, по сути. В этом же и прикол игры, как раз, чтобы догадываться. Ну, смотри. Пускай будет Джонни Дэп, я не знаю. Все, давайте. Окей. Окей, Джонни. Ну, блин, скоро... Покажи штучку-то. А, да. Так, ну я думаю, что он скорее талантлив, чем я талантлив. Ну и то, чтобы очень. Ну люди очень рады, на самом деле. Ну считай, если справа у меня будет стоять уже такой чувак, как, например... Боже, какова? Тот, который крыльяется постоянно. Который из них? Который в маске играл. Давай так. У меня глаз из головы вылетел. Этот же... Джим Керри. Джим Керри, да. Ты считаешь, Джим Керри, он талантлив? Отлично. Слушай, почему смиряет талантлив? Потому что многие, что Джонни Дэп, отрываются, вот, типа, актер одной роли, там, знаешь, вот это все. И многие считают его не талантлив. Слушай, ну он не одной роли играл, как минимум, крылья сейчас шляпника. Еще не по роли была, но... Я знаю, но многие говорят, что вот, типа, вот, он такой... А, ну в общем, скажешь так, он более талантлив, чем не талантлив, а просто еще у вас кудей он более... Да, Миша, скорее всего, считает его очень талантливым. Так что я бы сделал вот так вот даже. Ну, давай, может, вот так. Мы ни разу не уходили в крайности, а у нас постоянно тут все с краю. То есть, полагаешь, так, да? Ну, можно делать вот так, короче, и делать... Ну, как, ну, так... Ой, почему 10? Ой, 2 мы же хотели, да. Так вот, может быть, да. Ну, хорошо. Хорошо, давайте, предположим. Я считаю, что он где-нибудь вот здесь вот был бы. Вы уверены? Я бы представил, что он где-то здесь. Окей, давай. Нажимай. Я уверен, и стал уверен. Да, да. Там где-нибудь вообще слег... О-о-о-о! Горел, он все-таки чуть менее талантлив. Окей, видишь, я ее поставил, это ровно. Да тебя бы... Слушай, до этого вообще ничего не было. Так что не надо тут, нормально. Окей. Так, снова мой ход. О, Гресс хоть какой-то согласен. Так. О, блин, ненавижу. Че за хрень? Так, красивый и ужасный, ужасающий. Сейчас узнаем про твои вкусы, Стэл. Так, окей. Давай. Я почему-то предчувствую, что мы услышим что-нибудь про аниме. Кстати, да. Гаечка. Гаечка? Гаечка. Гаечка прелестная, прелестная гаечка. Конечно же, гаечка солнышко. Так, давай. Что-то в таком случае. Давай вот здесь где-нибудь. Давай здесь, согласен. Вообще не дургай. Че, все, это ваше окончательное решение? Ну, наверное, Миша. Миша, Кира. Я согласен. Ну. Ну, выглядит тоже неплохо, смотри. Ну, уже два очка, да. Уже получаем победные очки. Ну, ладно, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, да, пойдем. Хорошо, Кира. А вытащите мне окороточку. Хорошо. Мейджер. На кончатку. Большинство бесполезно или большинство полезное? А, интересно, а образование в данном случае, в какой? Ну, тут может быть 50 на 50. Если не уточнять, какое образование? Уточняю, образование по ВГОСу. Ага. Ну, тут, скорее, я бы сказал, влево. На 25. Если выше, это тоже было бы, наверное. Тут, хотя, тут всякое бывает. Надо еще вот это какое. Подожди-ка, подожди-ка. Ну, я же зачем, собственно, это сделать? Да, значит, по имени, конечно, да? Ну, а сейчас так, я, короче, говорю, бутылка воды в походе. Бутылка воды в походе. Ну, это полезно, я сейчас поеду, и он. Это в большинстве все полезно, потому что много не весит. Пригодится как бы и саму попить, и руки помыть. И руки помыть. И, если что, и гречку приготовить. И рану промыть, я считаю. А мне кажется, все-таки как-нибудь вот так вот. Смотри, ну, я понимаю, что в походе есть вещи более полезные. Например, нож, топор, веревка. Нож, топор, веревка. Ну, как бы, есть у тебя еще вещи, которые... Мне почему-то кажется, что где-то вот так вот она должна быть. Мне кажется, все же так. Или вот так. Ну, почему так? Давай, обосной. Я как бы уже предположил, что в чем вода хороша, а ты не сказал ни слова. Это все-таки потяги, мы должны обсуждать. Давай, мы обсуждаем. Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем полезность воды, да? Полезность бутылки воды в походе. Как бы она много не весит. Там бутылка воды. Так. Теперь давай взглянем на минусы. Бутылки воды в походе. Ну, балласт, допустим. Ну, как бы, в походе ты в чистых условиях нигде воду не наберешь. Как бы, то, что учат из учебников БЖ набрать дождевую воду или там из атмосферы в какие-нибудь пакетики и прочее, этим никто не пользуется. Воду из водоема тоже пакетики никто не очищает. Это как бы, ну... Ну, как бы, нет, когда готовят вообще котел, там могут, если какой-то источник чистый. Но все же с собой проще проточить. Да, я считаю, вот, короче, вот так. Ну и ладно, ну давай, окей, окей. Все, скрываемся. Сова, Миша. Валя. Да, ка, мы куда? Мы на троечку попали. Попала, да. Миша, чуйка, видимо, была какая-то. Да, я считаю, что... Ну, что, одному, может быть, не думаем? А второму что? А, потому что она справа? Ну, куда? У нас одна команда просто. А, Миша. Давай спор, что делать? Спробовать в стороне. Что у меня за вопрос? Это глупость. Понял. Тебя? Грубый или мягкий? Нежный. Это характеры, да, получаются? Ну, всякое может быть. Вот камень, допустим, грубый, а ткань, она мягкая. А бумага может быть такая-то такая. Может быть, речь тоже как-нибудь. Речь улюбленной девушки. Она может быть мягкой. Речь ревнивой девушки. Может быть, грубой. Что-то такое. Ну, хотелось бы в сейп, конечно. Ну, что-то подсказывает, что в девять. Что тебе хотелось бы в сейп? Так. Сейчас надо придумать, да? Угу. Так. Smooth мягкий, да, у нас? Smooth, да. Мягкий. Ох, жесткий. Честно, почему я этого не помню? Гладкий. Ну, гладкий, плавный. Не столько мягкий, сколько ровный, гладкий, плавный. Такое вот. А грубый тогда, в данном случае, в какую сторону идёт? Именно прям грубый или такой? Тоже неровный такой? Ну, ты сказал, что неровный. То есть, он, собственно, грубый, приблизительный. Да. Так, давай тебя посмотрим. То есть, муж плавный, гладкий, ровный, мягкий, спокойный, полномерный такой, нормальный. И смотреть ров, кто-то грубый, жесткий, бурный, неровный такой, тяжёлый. Раховатый. Ну. Ров. Ну, я английский учу. Так, ну, давай. Пускай будет морская галька. Морская галька? Окей. Она мягкая, это поня... Ну, это, сука, она гладкая, да. Скажем, галька, она с полной сточена так, что какой-то... Ну, я бы... Гладкая, ну, она очень гладкая, слушай, ну, она твёрдая. Ну, она твёрдая, да. Ну, у нас, какой у нас гладкий... И шероховатый, скажем так. Ну, одну гробой... Ольга, это она прямо... Она вообще не шероховатая, она гладенькая. А то да. Где-нибудь вот здесь мой. Ну, давай, может, может, так. Ну, да, ну, короче, да, ближе к этому. Так? Так, так и оставим? Угу. Хорошо, Миша, открывайся. Вы уверены в этом? Да, мы уверены. Всё, всё. А ты стала не услышала? Да, да. Всё, уверена. Блин. Немножко не докрутили. Мы крайне... Аша, а что у тебя идеально было гладким? Вот мне тоже интересно. Идеально гладким? Это идеально гладкая поверхность физики. Я думаю. Ну, окей, немножко не докрутили. И, видимо, моя последняя карточка. О, нет. Я... Прямо седьмая же, да, должна быть? Да, мы тут одну пропустили. Так, моя седьмая. Ого. Почему она пропустили-то? Любимую ненавидцовую. Это реально чисто, что её мнение будет. Ну, почему я скажу Гитлер? Я вот Гитлеру вообще никак не отношусь. Например. Я лично с ним не знаком. Таким угодным стыдить. Ну, как бы я скажу, допустим. Бабушка. Ну, круто, бабушка хорошего, что они? Да. Бабушка, которая задушила свою внучку тут недавно в Челябинске. Да и слушай, тут это очень спорно. Да и слушай. Как-то... Да, ну... Кажется, это только людей вопрос. Кажется, это только людей вопрос. Ну, другое надо. Может, про вещи. Так, где... А? Ты что-то меня тегнула и сказала, что я такого... Я знаю, что я такого... Да. Я не тебя тегнул. Я каких-то... Ты меня тегнула. Ты прислала твое сообщение, а я каких-то... Нет. Ты меня тегнула. Ты прислала мое сообщение и меня тегнула. Ты случайно тегнулась. Ничего не знаю. Так. Любимый и ненавидимый. Любимый и ненавидимый. Ну, скажем... Томатный сок. Брокколи. Кофе утром. Чай. Пицца. Пицца. Ты сейчас что перечисляешь? Я смотрю, что может быть. Может быть, пицца с ананасами? Может, молока? Пенка с молоком. Или... Кошка-девочки. Нет, вы мне этого не простите, я скажу кошка-девочки. Но я должен бы сказать. Даже без них. Лисичка-девочки. Черт, скажи. Фури. Фури. Нет, хотя нет. Здесь есть люди, которые не любят фури. Я люблю фури. Настольные игры. Настольные игры. Нет, хотя есть люди, которые не любят настольные игры. Может быть. Может быть. Скилла. Мы сделали вывод, что Стелл говорит про то, что он что-то очень любит. Да. Что-то сделал. Ой, как факт, Стелл. Ой, как факт. Не факт. А, Стелл, ты очень не любишь кошка-девочек, лиска-девочек и... Блин. Я просто прощаю, что может быть ненавидимым еще. Брокколи. По полюса придите, а дальше уже от полюсов начинают танцевать. То, что любят, это понятно. Это то, что они любят. А? Томатный сок любят. Да. Из того, что они любят обычно. Брокколи. Холод. Пенопластом по стеклу. Дефекты речи. Порядаться бумажкой. Порядаться бумагой. Да, пожалуй. Боль, ранение, смерть. Ля-ля-ля. 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 Ожидание. Это самое. Испытывать чувства страха, ненависть, еще чего-нибудь. Испытывать неприятные чувства в целом. Кому это нравится. Ну да. Так. А тут у нас любимые ненавидимые. Что люди любят или ненавидят. Так. Оставьте мне таймер, пожалуйста. Стык по нему и все. Пожалуйста. Осправьте. Не работает, я не вытекну, не работает. Ну я по нему тыкну. Все. Зачем вы на плечик тыкаете? Не важно, у тебя есть время. Тыкайте. Запустите, пожалуйста. Вот, Миша тыкнул. Окей. Нет, тыкнул, по-моему. Я тыкнул. Керосиненькая. Голубенькая, как она говорит. Любимая, ненавидимая Окей Настольный экран с друзьями Чисто это, знаешь Вот так просто Вот так Давай прям, знаешь, у края попробуем Вот здесь прям Нет, блин, два, где два? Два Ты какой десять? Два Вот Здесь прям, знаешь, вот так Ну давай Ты думаешь, Миш? То есть вы считаете, что более любимых вещей Не может быть, чем остальные Игры с друзьями? Ну, чуть-чуть, да Именно с друзьями ты отметил И поэтому любишь это Ты говорил просто еще до этого Что ты не стал играть с какими-то новыми Просто те важны играть именно с людьми, которые ты знаешь Типа, ну я предполагаю тебе это очень важно И ты при этом продолжай Стратить на это время То есть мы обсуждали как раз сегодня Типа, ну можно сказать, что это очень важно Что ты готов убивать на это столько времени Там Ресурсов своих Вот Что, Миш, согласен Я согласен Тут Тут аргументов против нет особо Ну все Открываемся Ооо, блиин Слушай, а вы на полосе же? Или вы на троечку? На полосу залезли? Вот как раз ровненько по краешку троечки Если бы так сделали Было бы прям А, ну ровно по краешку Окей Потому что если бы ровно полосу угродили Это считается, что большая полоса Богото считается, что вы Нет, тут вы именно, наверное, красная Если здесь сбоку посмотреть Видно, что вы, наверное, на синюю полосу не залезли Сверху, если честно, видно, что он красный Да Почти я Слушай, ну вот это было здорово Ну что, первую партию мы отыграли со счетом 10 А 10 для нас Это что? 10 означает, что неплохо Ничего особенного, но неплохо Для того, чтобы победить Необходимо из 7 карточек выбить 16 или 18 очков И выше Ну 25 и выше 25 и плюс, говорят, якобы можно Но как 25 и больше сделать на 7 карточках? Как бы шкивать, чтобы сделать 25 и больше на 7 карточках Это нужно почти всегда попадать в серединку Да, 28 можно Это нужно, коннекшн вообще нужен максимальный Еще одну партию или все? Ну, сейчас спросим у Миши Миш? Я, в принципе, не против Я тоже не против Окей Просто потише буду говорить Хорошо Да, плевка Не сильно Давить, так скажем Не сборчивым правилом Пару, я вернусь Хорошо Я хожу Сейчас Миша вернется Пару, я вернусь Теплот. Так, что у нас там еще было? Так, давай вспомним, какие у нас были категории. У нас же есть карточки. Что у нас там нет? Так. Ты пишешь одновременно в чат и говоришь. Здравствуй. А, было тут целый стайпинг, когда ты говорить начал. О, мистика. А что в этом сложного? Ты, короче, говорил, нажимал уже на мышку, когда я не было слышно, а там было написано и стало стало. Хороший Скорги. Скорги, ты такие солнышки, ааа. Понятно. Значит, про гладкость морской гальки и про талантовость депо ты умолчал. Слушай, там у нас было 7 вопросов, я ж не могу все 7 описывать. Видишь, я про настолки упоминать не стал. И ты не думаешь, что я тебя не люблю. Я тебя люблю. Но кошка-девочки люблю больше. И настольные игры с друзьями. Я люблю еще больше. Я сделал кошка-девочки или настольные игры с друзьями. Давай выбирай. Да, кошка-девочки были бы здесь. Если бы они существовали. Тольные игры с кошка-девочками. Ооо. Хе-хе. Что на игры с девочками? Хе-хе. Так, что нам Китсу пишут? Так Китсу все-таки убеждаем или не убеждаем? Хе-хе. Хе-хе. Я выживу сейчас это. Хе-хе. Сейчас посмотрим. Я не знаю, как долго он строчит, видимо, он отговорку какую-то пишет. Хе-хе. Скорее всего. Поздновато. Ой, все. Ладно? Итак, нам не был последний ход. Я хотел написать. Кира, Кира, вращай. У нас есть 7 карточек. Есть 247. Ну, в честь 250. В честь карточек расскажу. Все. Готово? Вращай. Барабан. Все? Угу. Да-да-да, ты. Я хотел последний. Что, барабан? Итак. Скучная тематика и захватывающая тематика. У нас тут значки должны обновиться, нет? Да, должны. Давайте творческую часть. Давайте творческую часть. Давайте творческую часть, чтобы это все без разницы. Ну, блин. Пока у меня, видишь, пока все скрыто синим морочком и просто красный счетчик, синий счетчик. Ну смотри, ядерная физика. Вот это ж безумно захватывающая вещь. Нет. В смысле? В смысле? История средневековья. Безумно захватывающая вещь. В смысле, в смысле? Псс, псеника там тоже есть. Аниме в сезоне. Ну, очередное сколько. Ну понятно, сколько можно, одно и то же. Угу. Слушай, дай-ка подумать немного. А может аниме-фестиваль? А, тема же это не только книги. Не наставление, отвлекай меня, подожди. Текст освежителя В туалете Сэл, подожди ты, блин, говорю У меня сложная дилемма Шакаша Блин, слушай Блядь В средневной жизни Что еще раз? Обсуждение повседневной жизни Обсуждение? Обсуждение повседневной жизни А, понятно, у меня другая кнопка назначена на это дело Что вы делаете? Мы боремся Миша, Миша, это скучно Миша, признай, это скучно Ну, что вы говорите, блин, или ты... Миша, смотри, это что захватывающее обсуждение повседневной жизни? Кто-то сколько раз сходил в туалет и прочее, что у него случилось Это скучно, никому не интересно Это должна быть очень скучная вещь Я очень удивлюсь, если ты считаешь по-другому Скажи, что по-твоему захватывающее обсуждение повседневной жизни? Ну вот, что там Галя там сказала тете Глаше? Это то, что соседка одела новую одежду Это то, что они сделали И все Так, вот все, где-то вот так, мне кажется Обсуждайте, чего вы молчите, эта игра на обсуждение Мы обсудили, мы уже обсудили Но смотри По повседневной жизни Как бы для нас продвинутых людей, у которых есть и аниме, и фестивали, и настольные Ну, повседневные же что? Кто-то сколько раз в туалет сходил, выпил сколько раз соседа и сколько раз ударил нашей соседкой Ну, это скучно Политика, конечно, еще более скучная вещь, но как бы это скучно Все, для всех, все, все Я считаю, что здесь Все Хотя, наверное, я бы еще, еще, чем тебе Я же сказал В повседневной жизни? Я имею в виду обычную жизнь Норма Почему же настолки можно обсудить? Это повседневная твоя жизнь, вот ты в настолки играешь? Нет Я так и думал, что это норма Для меня повседневная настолки, это праздник, не повседневная жизнь Мы так редко играем в настолки Да, повседневная, как что-то усредненное Потому что я не знаю, что ты умрешь усредненного, блин, всреди... Я так и думал, что это середина Ага, ну ты не говорил об этом Ты молчал и просто двигал стрелку Ну так ты же изначально начал двигать вниз Да, я присутствую методы Ты же ничего не говорил Ладно, моя вина А, ты все Я молчал Конфлик Ладно, ладно, не хватит Сейчас я хожу, да Так Плохая привычка, хорошая привычка Офигенно Ну, пускай будет бегать по утрам Ну, обычно это хорошая привычка Ну, насколько хорошая Скажем, есть привычки, которые были бы еще более полезные В нашем городе, когда мы бегаем по утрам, так как загрязненная атмосфера и прочее И для легких не очень хорошая, и прочее Но в целом, да, я скажу, что это более хорошая привычка, чем плохая Но есть привычки более полезные Например, как чистить зубы Во время ложиться спать и прочее Я бы сказал, что она чуточку более полезная Это что-то наравне, кстати, бег Потому что бег позволяет тебе Он, кстати, у тебя как мотивации стать пораньше вообще Стать раньше, сразу взбодриться утром И поддерживать тонус какой-то в теле на протяжении дня Если, конечно, ты с удовольствием это делаешь Все бы где-нибудь вот так вот поставил Ну, в целом, да Это имеет смысл Другое дело, что я с людьми, которым бегать противопоказано Поэтому я бег, и я лично бег утром считаю плохой привычкой Но Миша вроде собирался бегать Поэтому я, может, даже еще чуть больше сделаю В целом, бег ставишь хорошую привычку, да И все? Мы уверены? Что так? Или еще подвинем? Что, может, может, еще? Окей, давай так Окей, принято Все, мы уверены? Да Да Молодцы Вообще хорошо прям Хорошо подвинули в последний раз сцену Вообще норм Ну, что, Чао, вот, бегать по утрам точно не ожидал такого успеха Да уж Так, теперь мне Что достанется мне? Социалист И капиталист Ой, я вообще не знаю Ой Ну, опьем На эту Апистическую Я вообще Мдям Как бы, скажем так Крайний левый, крайний правый Нам, допустим, все более-менее понятно Да, если ты сидишь, блин, думаешь А если где-то чуть-чуть поле, да Это уже сложнее Угу Даже если очень захочешь, что ты можешь его делать Я думаю, нужно все равно знание истории хоть какое-то Ну, а я вот вообще, кстати, не шарю Ты играешь тему из Гарри Поттера? Нет, это просто мелодия у меня возникла Реско не знаю, чем будет Ну, давайте возьмем Возьмем того, кого все знают Владимир Путин Слушай, Миша, я вообще не шарю Реально просто не предполагаю даже, что это значит Мне кажется, что это где-то так должно быть Не знаю, вообще не знаю, реально Не знаю, что сказать Давай так Мне, в принципе, пофиг Мне кажется, что это как-то так должно быть Вообще не знаю, я не знаю Не знаю Все, напускаем? Давай Почти Чужачку, да Ну да У меня просто вариантов-то не так уж много Кого бы все знали То есть, я думаю, что Жириновский Он явно ЛТПР То есть, его бы ближе сюда сдвинули Их молод задумав и прочее Это здесь Как бы Здесь, если брать кого-то более Я считаю, что более капиталистическое Это был бы какой-нибудь Ну, возможно, Дональд Трамп был бы здесь Какой-нибудь На шаг меньше сделал Получил бы хотя бы тройку Ну, с этим и да Просто так уж сложно Вот именно вот здесь Вот выбрать Кого-нибудь посерединке Ладно Окей Я пока вам очки не приношу Ну-ка, отнимаю Кира Давайте, по-моему, набрать Хотя бы больше 10 очков И местная вещь Или глобальная вещь А юзерс это разве вещь? Ну, вещь не совсем вещь Это, боже Ну, вообще проблема Я так и думаю Что это глобальные проблемы И локальные проблемы Окей, давай Это не только проблема Это вопрос Тема Задача Ты знаешь, это вот такие Значения Глобальное подникновение Вот Типа такого Ну, ты проблемой идешь Может, просто местное значение Какое-нибудь То есть, например Захват церкви У нас по-моему Это местное Экология Миша Хочешь как-нибудь подвинуть? Не знаю Это вот так, может Тут почему-то Как-то вот так кажется Да, это интуиция В принципе, да Это игрная интуиция Если так кажется А что может быть Еще более глобальнее Чем экология Я бы сказал У нас большая часть проблем Это реально экологически Так То есть, почему тогда Не сделать как-нибудь Вот так Боже Есть ли еще что-нибудь От экологии Что было бы еще более глобально Чтобы здесь Вот этот участок занимало По факту Как бы нет Проблем Ну, как бы там Политика Вот это вот все Воины и прочее Но оно редко Ну, это, знаешь Это вот Входит в небытие По поводу Проблем экологии Потому что То-то Как бы решается Проще, чем это Уж а коронавирус 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 Ну, исходя из того Что это Также экологическая проблема Ну, мы же экологическая Идет Я бы не сказал Что это экологическая Ну, где-то рядом То есть так Ни влево, ни вправо Ну, давай так ставим Хорошо Кир Мы готовы Я у ребят Миша Ну, интуицию Блин, не слушайте Она у него Всегда правильная Хорошо Ну, почему так Что называется Чуйка Так, было бы три Так, было Что, дальше? А, да Миша же у нас колдун У меня просто Чуйка Хорошо Хорошо Будем называть так Плохой персонаж Диснея И хороший персонаж Диснея Блин Почему мне этого Не досталось Вот же черт Как бы Мы можем легко сказать Крайне плохих Крайне хороших А вот посерединке Это уже сложнее Вообще Да, если посерединке Можно какого-нибудь Стортепенного сказать И все А вот Сторостепенного Более хороший Или более плохой Среди Среди плохих Вот очень спорно Потому что Некоторых из них Была такая мотивация Что их плохими Называть Вообще с натяжкой Можно Я вот реально Прям Злых персонажей Диснея Прям сразу Вспомнить Наверное Даже не смогу Прям злых По природе Злых Знаешь Типа Я не придумаю Сейчас никого Наверное Вот так просто Ну а добрых По природе Добрых А? Ну а добрых По природе Добрых Вспомнишь? Принцессы Все подряд Они-то все По природе Добрые Ну не скажи Они все По природе Принцессы Так чтобы Они прям Были Гуд Ну блин А кто там У них плохой Из принцесс Ну кто Из старых Особенно Золушка Белоснежка Они все Аврора Там Рапунцель Они все Очень милые Добрые Там Чу-чу-чу-ля-ля-ля Золодей Попробуй придумай Блин Смотри Ну Рапунцель Пошла против Матери Так как бы уже Не совсем Гуд Она пошла Потому что Мать у нее Тот самый Плохой Персонаж На самом деле Ну насколько Плохой Она Мать Забочила О своей Дочери Она считала Что это Внешняя угроза Вот ей Больше Вредна Потом Гипропека Конечно Но я бы не сказал Что она была Пацана Столько Если бы Не волосы Ей бы То вообще Девочка Не нужна Была бы Нет Я другой версии Про По волосу Не было Ничего Я про Фильм Говорю Про мультик Диснеевский Собственно Про Диснеевских Персонажей Говорим Ты про Мамо Гретель? Да Вот она Не скажи Что прям Хороший Персонаж У нее Была Тоже Своя Мотивация Хочет Тоже Не слишком Это Миш Шрам Кстати Вот Плохой Персонаж Это У него Тоже Было Шрам Из Королей Льва Ну Шрам Ну Пожалуй Да Ой Злодей Типа Ну Типа 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 Как бы Его Все время Притесняли В пройден Просто Хотела Вернуть Все Получить Все Власть Власть В итоге Получили Плохой Персонаж То есть Как бы Это У каждого злодей Есть причины Почему он злодей По сути Диснеи же Не совсем глупые Чтобы Человека Просто Бессмысленно Ставить За плохого персонажа Ну Слушай Ну Раз Путин Просто Взяли И сделали Злым Просто Потому что Откуда Из чего Из Анастасия 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 Не диснеевский Мультфильм Ха-ха А? Он диснеевский Нет Не диснеевский Он очень Похож На диснеевский Но не диснеевский Слушай Ну я думаю У них все Злодеи Так или иначе Продуманы То есть Нельзя Кого-то Из них Сто процентов Злодеем Бывать Нет Слушай Подожди А если так подумать То сейчас Звездные воины Относятся к диснеев И Марвел Вроде как Кстати Тоже Я об этом думала Марвел Он тоже По диснеев Теперь Оу Вот это я не помню Но Миша спросил В воины Сейчас точно В диснеев Да Я помню Да Что принцесса Лея Причинилась К обществу В принцесс Диснеев Ха-ха Я Да Я просто Хочу сказать В ответ Ведьма Подойдет Кто? Ведьма Просто ведьма Просто ведьма Ну да Ну это Это ставь нам этот Да Ну то есть Вам подходит Такой ответ Да Вы из него будете Думать Ты решаешь Только Мы же Ну ладно Вообще Ведьма Ну смотри Хорошего персонажа Ведьмы не назовут Ведьму Ведьма Да Ведьма Здесь бывает Там была бы Какая-нибудь Крестная Крестная Волшебница И прочая Ведьма Да Но вопрос Насколько Зла Если была бы Злая колдунья Это было бы Больше здесь Здесь уже Ведьма Это некое Вредничество Прочее Но не совсем Уже прям Адское зло Не прямо Захват мира Просто так Немножко Отравить яблочком Допустим Да Бусы пить Это вот ведьма Отравить яблочком Усыпить Это вот ведьма А вот это Какая-нибудь Всякая Злая королева Уже Темная Колдунья И прочее Это уже ниже А ведьма Это вот Маленькая Ведьма В 100 Порчу навести Отравить Кого-нибудь Я считаю Да Так Интересная Надеюсь Конечно Это все Это все Да Ну все Да А мы все Мы выверим Да Угу Давай Пожалуйста Ведьма Прям у тебя Очень плохая Да Видимо Просто не ждал Что мы будем Так делить По этим Большим Городом Большим Самое зло Да На самом деле Ну я просто Сказал Что если было бы Зло То обсказали Какой-нибудь Злаздая Колдунья И прочее Ведьма В чем отличие Злой колдуньи От ведьмы В степени Привлекованы В чем отличие Принцессы От королевы В том же Отличие Злой колдуньи От ведьмы Ведьма Там немножко В хижине Колдует А злая колдунья Она уже профессионально Этим занимается Уже У нее Титул есть Она злая Хотя Злая тут нельзя Говорить Нет Плохой Хороший Тут злой Не идет Злой Это ибл Слушай Колдунь Как бы Это Ведьму Недооценивают Была ведьма И с храбрым сердцем Она так-то Довольно жесткая Но я бы не сказал Да Но я бы не сказал Что она была плохой Потому что Девочка попросила Об этом Мы сейчас говорим Именно про силу Или мы сейчас говорим Про это Про опасность Потому что Если говорить про силу То ведьмы Могут быть Смешен колдуньей По сути Ну Не скажи Скажем Йеннифер Это колдунья Вы про Дисней Говорим Вообще Обсуждаем Так Ладно Давайте Моя карточка 80-е и 90-е Ой-ой Ооо Хорошо Что это Для него было О господи Стелл Ты В данном случае Можешь задать им Максимальную Наверное Планку Да Ну в смысле Максимальную Планку Ты можешь Ты можешь Прям Прям Сказать Прям Точное Наверное Значение Я не могу Конкретный год Называть Это неправильно То есть В данном случае Я мог бы сказать Например Брат 2 Допустим Кино и прочее Это да А конкретный год Называть нельзя Это как бы Вот типа того Да Хочем еще Посмотреть Так Чтобы Здесь Вот Что бы у нас Была Такая Боже Это же Все равно Историю Вспоминать Ненавижу Я ведь Я бы Блин Ладно Нет Это не то Здесь Боже Гуглить Гуглить Нельзя Ну а что Смысла Гуглить Гуглить Неинтересно Так Как минимум На этом вопросе Да Я тебя не понимаю На этом вопросе Гуглить Неинтересно Вот Я тоже Про то и говорю Как бы Надо подумать Просто Пытаться вспомнить Что-нибудь Вам тоже Гуглить Неинтересно Не Какого Негового Кто же Это говорит Это же точно Не голос Миши Прямо Голос В моей Голове Убирайся Это Главное Тиктос Так Из Старых Сейдов Боже Ты 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 Оттикаешь Это не помогает Так Восьмидесятые Девяностые 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 Вроде было Все так Недавно Так Давно Нет Тогда Помню Ладно Уж если бы хорошо знал аниме я показал вам просто по названию аниме По названию аниме я не очень помню что там вышло в эти годы Можно было бы вспомнить кто столько всяких исторических штук смотрел Я прям аниме там показывали Но сейчас вот прямо что-то не вспоминается Ладно Давайте я покажу вам табло И давайте что-нибудь загадаю Что-нибудь Ладно Ну что же давайте Первое что в голову пришло И так Путин стал президентом Удивительно Слушай Это девяностые Стоппроц девяностые Прям Нет В 69 Блин Есть Это шо В 90 Ой Нет Ааа пиздец Точно это очень 90 Я не помню Ближе к концу По-моему Это Блин Не помню точно Все Нулевые разве уже Миша слышь Че так Оттого Че говоришь Так странно Все с пятой Точно Да Вспоминай Тут по-моему Это где-то Да В конце Уже Было Не в 99 Потому что Не помнишься Что в 99 Не знаю Почему Это вот здесь Короче Мне кажется По-моему Это Вроде Было Где-то В В Причем Такое ощущение Что все-таки В начале 90 Было Аа Подожди Второе Ельцин Когда Отошел Отдел Блин Я же Помню Год 5-7 Ельцин Так А у вас Ельцин Это кто Брежнев Был И кто Ельцин По-моему Путин и был Разве нет А Ельцин же Последний Был президент Нет Разве Я не помню Я уже не помню Не помню Давай где-нибудь Здесь оставим Или что Повыше Здесь Почему-то Такое ощущение Что где-то Вот здесь Серьезно Не знаю Почему-то Кажется так Но я тоже Не знаю Ну давай Попробуем Так Тут все Ты доверяешь Да Моим Туис Я косячи Больше не буду доверять Серьезно Настолько Давай Окей В 91-м Че-то было Это было 91-м С Ельцином Я не помню Че Умер 91-м Нет Ладно Так Вот Короче Не знаю Скажем Так Ну я конечно Не знаю Как Офигеть А теперь Для справки Я таки Загуглил Так вот Путин Впервые Присман Президентом России 26 марта 2000 года Я сказал 99-й Так ты че Ты из того Ложал Получается Я информировал Останавливаться Мишей Спорт Что Здесь Вот прям В конце Где тут Ну ты конечно Стал Дэвил Мне нравилось Смотреть Как вы обсуждаете Что после Ельцина Был Брежнев Что-то Это Миша Сказал Я помню Что И Путин Уже вроде Да Это ведь так Он в 91-м Что-то было С ним Да Но я просто думал Что-то было Где-то в 95-х Я вот Никак не мог Смомнить Что было В 95-х Поэтому Озвучало То Что было В 95-х Ну да Именно Так Последнее Радачка Кира Что достанется Тебя Тесики Нет Сационарные И мобильные О Прикольно Так Карточку нам Верните Пожалуйста Карточку нам Верните Пожалуйста Ты карточку Тоже Сокрыл Здесь у тебя Карточка Лежит Карточку Ближе к нам Сюда Спасибо Не 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 Крати Я уже Крати Сационарный Мобильный Вот Так Угу 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 Мог забыть По пути На двухтысячном Ты видна Ээээ Стол Интересно Что? Стол Говорю Стол Ну скажем так Есть конечно Мобильные Столы Но стол Больше Стационарный Я думаю Это тоже Где-то Около середины Да Скажем так Есть допустим Холодильники Плиты И всякие Штуки Типа шкафов Которые Куда более Стационарные Чем стол Стол Все же Он передвигается Но я бы сказал Что он Боже Вот где-то Вот так Наверное Был бы Мне кажется Что как-то Вот так Вот Думаю Насколько Ты мобильностью Передвигаешь Уже прям По квартире Чтобы двигать Да Мой стол По квартире Двигает Просто Стол И стоять Может И с другой стороны И передвигать Его тоже Может Поэтому Мне кажется Слушай Ну в этом Случай Стул Он был бы Явно Более Мобильный Стол Да Стол Явно Более Стационарный Думаешь Прям Он Совсем Чуть Более Стационарный Думаю Что он Более Стационарный Обычно Стул Где стоит То он Стоит У меня Допустим Я приехал У меня Один стол Стоит Здесь Другой На кухне Они Вот Стоят И стоят Их Никто Не трогает То есть Стол Где мы Сидим За Настолками Он Постоянно Двигается Вот Но Я бы сказал Что Все Он Был бы Где-нибудь Вот Так Мне Кажется Чуть Вот Так Ну Хорошо Я Как Что Это Вот Сто В Почему Тебе Кажется Просто Чуйка Чуйка Да Чуйка Просто Чуйка Ну Хорошо Хорошо Давай Посмотрим Кого Твоя Чуйка Тебе Подривали На Чуйка Нет Да Открывай Блин Миша Это Капец Просто Чуйка Твоя Вообще Магия Надо Было Стул Сказать Что Ты Реально Стул Да Стул Явно Он Более Мобильный Как Бо Стол То Как Я Есть Кто Не раз Ты Миша Не послужил Слышишь У него Чуйка Двигает Чуйка Чуйка Ближет К середине Как Даже Если Подвигать К середине Все равно Это Крайне Правый Сектор Может Он Еще Был Побину Пару Раз Еще Пару Раз И Еще Пару Раз И Даже Еще Пару Раз И Пару Раз Все Нет Да Да Все Это Конец Да Это Конец Неплохо Но В целом Ничего Особенного Получили Больше Очков Чем В Первый Раз На Одно Мне Нравится Классная Игра Я думаю Можем В следующий Раз Также В Можем Скид Скид Можем Думать Нужна Лена Такая В Клубе Насколько Мне Будет Весело Играть Всем Вместе Думаешь В Прикинь Будет Много Человек Будет Много Обсуждений Мне Кажется Это Очень Классно Нам Попробуй Где-то На Команды Можем Играть Сейчас Там Играли Одной Командой Вдоврем Обсуждали Если Будет Две Команды Вторая Команда Делает Еще Ставку То есть мы с тобой сейчас обсуждали, а та команда думает, а вот центр, вот мы сейчас обсудили, допустим, что вот так вот будет стол Вот так вот будет стол, а вторая команда делает усиление Центр, он будет слева или справа? Я решаю, что центр будет справа, потому что мы все-таки не здесь, где-то, а там Он тогда тоже может получать очки Господи, что так сложно Не, не сложно Какой бы пойти гейм, нет Вот А есть шанс еще поиграть в эту игру? Да я думаю, да Как бы что у меня Вот За полчаса, считай, партию сыграли просто Партию собирались, патч Да, без проблем сыграем Не, ну что, главное еще, чтобы люди были быстрые Ну, считай, я буду Ты, видимо, будешь По-моему, что найдем, наверное Ну, не найдем, значит Когда говорите? Мы про завтра Я завтра буду, да, скорее всего Я в лидер хочу прийти завтра Очень сильно Кто у тебя хочет? Лидер я хочу прийти, говорю Или в лидеры? Нет, Мишу в лидеры не будет А? Нет, все не будут Ну, я в лидеры буду Ладно, давай тогда Спокойной ночи Мне просто далеко что-то идти Всем спокойной ночи Спасибо за субтитры Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!